В первую очередь основной тренд уделяется на ориентации на предпочтение покупателей и персонификация спроса, она дополнилась ввиду новой реальности ковида и всего остального. Тем, что потребовалось уделять внимание внедрению бесконтактного взаимодействия, повышению эффективности обслуживания и уделять больше внимания осознанному потреблению. Соответственно операционная деятельность и повышение ее эффективности и от этого фактора зависит конкурентоспособность компании и бизнеса. В первую очередь большое место уделяется фулфилменту, то есть беззакоризменному выполнению обязательств перед покупателями. Также требуется уделять больше времени оптимизации торговых операций и взаимодействия между участниками в ЭКО-системе. Ну и соответственно уменьшение расходов и оптимизации затрат. По опросам, проведенным Гартнером в 2021 году уже 77% ритейлеров рассмотрят возможность внедрения искусственного интеллекта уже в 2021 году. На самом деле для вас не секрет, что электронная торговля и ритейл это одни из передовых отраслей, которые используют программное обеспечение, которое основывается на искусственном интеллекте. В первую очередь для управления спросом и персонификации спроса и также его прогнозированием. И уже 87% ритейлеров на рынке собираются и основной своей задачей на 2021 год ставят, выделяют внедрение роботов для управления складскими запасами. Мы, компания CITIC Telecom CPC, являемся частью глобального азиатского холдинга CITIC. И мы видим дальнейшее развитие портфеля наших услуг во внедрении стратегии ICT Mind. На самом деле мы эту стратегию только недавно… А расшифруй, пожалуйста, потому что только ты знаешь название всех своих продуктов. Ну, ICT… Куда движется рынок. Инфокоммуникации, которые будут иметь мозги. То есть это будет формироваться такая среда, которая будет сама думать адаптивно изменяться под воздействием того или иного спроса со стороны фронтенда, со стороны приложений. И на самом деле в мир, когда возрастает все больше, появляется все большее количество устройств и сред, генерирующих данные, эта такая задача становится очень актуальной. Задача, на самом деле, ICT Mind в том, чтобы собрать все данные со всех возможных устройств, которые используют то или иное направление бизнеса, эти данные обработать, структуризировать с помощью искусственного интеллекта и дополнить дополненной реальностью. Сейчас у нас четыре основные направления. Это услуги по обработке и хранению данных в дата-центрах, облачные технологии, услуги по защите данных и услуги по предоставлению сетевой связанности. Во всех этих направлениях мы внедряем стратегию ICT. Мы рассказывали про то, что вместе с компанией с Faberlic, как мы внедряли для них впервые на российском рынке новую технологию передачи данных с помощью SD-WAN. SD-WAN это Software Defined Wild Area Network, то есть программно-настраиваемые сети. Соответственно, одним из наших основных направлений сейчас, где ICT Mind активно внедряется, это улучшение и использование SD-WAN для создания адаптивной сети. И SD-WAN устройства, которые будут размещаться на всех сетях ритейлеров или E-кома, они будут служить источниками сбора информации. И дальше искусственный интеллект, искусственный разум, анализируя все эти данные, будет создавать адаптивную модель сети, которая позволит оптимизировать, перераспределять ресурсы, прогнозировать рост трафика, улучшать маркетизацию внутри сети, для того, чтобы приложения, которые в свою очередь тоже используют искусственный интеллект, работали быстрее и эффективнее. И, соответственно, на общей картине мира это будет означать, что return of investment, то есть возврат на инвестиции, будет происходить гораздо быстрее и в гораздо больших объемах. Ну и, собственно говоря, это все, о чем я сегодня хотела рассказать. И мы все это дело успешно реализуем благодаря существующей нашей географии большой, активной, да, и мы в 160 странах присутствуем. И вот у нас есть 18 облачных платформ, на которых все данные анализируются, собираются и активно потом используются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!